друзья привет и сегодня мы с вами поговорим о термобелье и вот это именно видео это то видео о котором я упомянул на прошлом на прошлой неделе то есть оно должно было быть первым а потом мы должны были снимать уже конкретно об изделии phantom от 545 но мы поставили телегу впереди лошади таким образом но я думаю особо не особо критично это будет потому что в целом общий смысл не поменяется просто возможно меньшего вопросов бы я бы получил но именно ваши вопросы спасибо вам за ваши вопросы мне помогли немного данный материал структурировать итак сегодня мы говорим не просто про термобелье в общем а мы сегодня говорим конкретно про влагоотводящие идиотское слово но она объясняет или точнее сказать иллюстрирует основное назначение данного белья про влагоотводящий белье первого слоя которому по классификации в многоуровневых многослойных системах одежды это термобелье предназначено для действий в условиях высокой активности в любое время года то есть я хочу чтобы вы поняли что по составу ваш первый слой применительно к высокоактивным действием не отличается действуете вы летом осенью зимой или весной если брать если мы не берем экстремально холодные там условия арктики нам и так далее а берем вот среднюю полосу россии там или северный кавказ к примеру да то состав вашего первого слоя будет примерно одинаков первый слой ваш могут составлять 4 а могут два предмета я уже об этом говорил это может быть футболка и трусы а могут быть футболка с длинным рукавом с горлом или без и кальсоны это совершенно неважно большему счету потому что по составу это белье будет идентичным по составу я имею ввиду используемого материала по ставу ткани или материала у меня поняли я думаю вот разница какая в применении короткого и длинного первого слоя если вы в качестве основного внешнего слоя используете костюм полевой или боевой смесовки то логично если вы будете использовать это температура окружающего воздуха скорее всего делает логичным использование короткого первого слоя если же вы начинаете уже использовать в качестве основного внешнего слоя 5 софтшельный слой то в таком случае логично использовать уже длинный первый базовый слой самая часто встречающая комбинация в системе в применительно к первому слою это длинная рука вверх и все равно трусы вниз но это связано с тем как у нас по-разному верх и низ тела воспринимает температуру окружающей среды но это вопрос другой сейчас мы все-таки вернемся к нашим баранам а именно к белью значит задача термобелья первого слоя это основная задача поддержания постоянно температуры тела то есть пусть вас заблуждение но я думаю уже таких не осталось кого в заблуждение термобелье вводят как то что она дескать греет в любой холод нет термобелья термобельё задача основная термобелья это поддержание оптимальной температуры тела постоянно оптимальной температуры тела значит задача решается посредством или с помощью отведения от тела избыточной влаги которая образует образуется в ходе интенсивной активной работы излишняя влага убирается от тела в два этапа убирается от тела я понимаю что звучит не совсем научно но и надо меня понять и простить я пытаюсь ну понятным и простым языком донести то что на многих сайтах и на многих ресурсах описано настолько сложно что создается впечатление как будто в ткань там встроенная не знаю пылесосы там водосборники колориферы которые это все и так далее вот на об этом чуть позже так вот отведение от тел избыточной влаги происходит в два этапа первой это непосредственно сбор материалом белья влаги от тела и второй этап это испарение этой влаги в во внешнюю среду либо передача этой влаги от белья базового слоя к внутренним промежуточным и далее внешним слоям одежды для опять же испарение этой влаги во внешнюю среду я должен сказать я уже про это говорил мы повторюсь что применительно к военному использованию процесс сбора влаги от тела он еще идет декларируем он так скажем но вопрос испарения влаги во внешнюю среду затруднен из-за того что на военнослужащим либо сотрудники присутствует практически в обязательном порядке предметы экипировки которые не вентилируются это бронежилет разгрузочный жилет или рюкзак и поэтому у нас многие идеи заложенные создателями белья в белье таким образом могут работать не в той мере в которой создатели на это рассчитывают и на это важно обратить внимание при выборе белья но об этом мы говорим чуть позже чуть попозже и так функция которая возлагается на белье то есть отведение избыточной влаги диктует использование при производстве этого белья определенных материалов и как правило это да не душа как правило скажем так что на данный момент это норма использование исключительно синтетических материалов потому что они обладают меньшим коэффициентом удержания влаги чем натуральные материалы натуральные материалы тоже неплохо отводят то есть собирают влагу с тела но они ее не испаряют во внешнюю среду удерживают в себе от тепла тела сохнут плохо в то время как искусственные материалы не только собирают влагу эффективно но и довольно таки ее быстро от тепла тела испаряют во внешнюю среду к основным материалам которые используют для производства белья или термобелья первого слоя относятся полиэстер полиамид и полипропилен каждому из этих материалов у каждого из этих материалов есть определенный плюс определенные минусы наиболее часто используется полиэстер как наиболее распространенный наиболее дешевый материал соответственно это его и плюс в том что он дешев в производстве и соответственно белье которое получается из него тоже недорогое кроме того полиэстер допускает довольно таки над собой там много разных надругательств в процессе производства и таким образом белье из него может получиться которая на ощупь практически неотличимо от натуральных материалов а это очень важно потому что я знаю ну некоторых людей которые по тактильным личным так стать личному тактильному восприятию очень некомфортно себя ощущают вот в белье которая выполнена по такой минималистской технологии то есть не носит на ощупь явно и такое искусственное тактильное ощущение создает на ощупь явно искусственное вот ему это белье так очень не нравится но полиэстер можно многие производители делают из полиэстера вещи такие что они на ощупь очень напоминают хлопок так вот полиэстер обладает приемлемой механической стойкостью и при этом довольно дешев следующий это из него наверное я не знаю основная масса термобелья первого слоя состоит именно из полиэстера особенно военного значит более продвинутые производители в производстве термобелья используют такие материалы как полиамид и полипропилен ну наверное примерно вот если грубо говоря 75 процентов белья состоит из полиэстера то оставшиеся 25 на на пополам там деле полиамид и полипропилен в зависимости от того какие идеи еще создатель вкладывает в изделие закладывает в изделие в чем плюс полиамида полиамид гораздо прочнее чем полиэстер ну и следственно вследствие этого дороже а в чем плюс полипропилена в том что он из всех искусственных вот этих материалов обладает наименьшим коэффициентом удержания влаги то есть при прочих равных то есть при прочей равне толщине и плотности материала полипропилен всегда высохнет на теле быстрее чем полиамид или полиэстер это важно учитывать и как но это самый дорогой материалы как правило из него изготовляют топ-класс белья скорее чаще всего это белье все-таки для спортсменов они для военнослужащих хотя есть там топовые серии x-теча топовые серии x-бионика топовые серии леда текса но вообще все итальянцы кстати которые используют широко используют полипропилен и я могу сказать белье получается дорогое но в плане влагоотведения крайне эффективная но очень 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 пластиковая по тактильным ощущениям я прошу прощения за слово пластиковая но я думаю понимаете о чем и на ощупь это важно учитывать но в плане работоспособности функционала белье из поле из полипропилена вне конкуренции однозначно но и в вопрос цены она тоже вне конкуренции я судь но некоторые уже производители белье из полиамида приблизили вплотную к белье из по безбелью из про полипропилена при этом функционал остается под вопросом полиамидного белья далее чем белье лучше прилегает к телу тем сбор влаги от тела более эффективен поэтому в состав ткани большинства производителей введены спандекс на или эластичные волокна это лайк родам или ластан что по большему счету является одним и тем же просто из-за разных там торговых марок они там по разному называются вот к чему это все сделано для того чтобы белье получалось вот таким вот эластичным и лучше прилегала к телу в связи с этим чем больше ну по логике зачем большими видео мало стана спандексных волокон состав ткани тем большего эффекта анатомичности красоты там как она сидит прилегание к телу мы достигнем но одновременно же с этим мы возложим тем больше чем больше ластана тем большую нагрузку будут нести все швы в изделии поэтому то белье которое в своем составе имеет много эластичных волокон как правило выполнять выполняется с полиамида потому что полиамид как я уже сказал имеют более высокую плотность более высокую механическую стойкость чем полиэстер и соответственно такое белье получается более дорогим ну если мы сравним грубо говоря по размеру белье с высоким содержать мы возьмем одинаковый размер м например медиум и я нашу медиум поэтому я говорю об м футболке например с содержанием эластана 7 процентов 5 7 и футболку содержанием эластана 10 и более то футболка содержанием эластана 10 и более будет по размерам гораздо грубо говоря меньше если мы сравним визуально две футболки гораздо меньше но я еще раз говорю что при этом повышенную нагрузку испутывают все швы изделия и соответственно со временем такое изделие будет более подвержена износу именно в районе швов это об этом стоит помнить при выборе белья хотя сидит на теле белье с высоким содержанием эластана очень красиво но я могу сказать что вот это плотное облегание тела не всем во первых нравится ну и я могу сказать однозначно что в плане в спортивного использования это оправдано на сто процентов в плане военного использования это скорее маркетинг чем необходимость почему потому что все равно вот это отведенная влага пока мы не сняли она со все равно все равно белье мокрое пока мы грубо говоря не сняли себя как я уже перечислил бронежилет разрушить тему и рюкзак вы все равно нам будете мокрый весь анатомично она или не анатомично новостей разницы никого не в то время как в спорте там да грубо говоря там бегаем мы занимаемся функциональным тренингом кроссфитом катаемся на велосипеде и так далее вот это именно компрессия так называемая она востребована наверное и это плюс но для военного использования скорее просто желательная опция не более далее любой этот материал который я перечислил полиэстер полиамид или полипропилен может иметь различную плотность толщину материала чем толщина материала больше чем износостойкость и срок службы изделия выше но тем меньше тем медленнее данное изделие будет сохнуть на вас это абсолютно логично если материал имеет одинаковый состав то чем он толще тем он будет сохнуть медленнее это надо тоже помнить при выборе белья когда мы из двух там грубо говоря примерно одинаковых по составу футболок выбираем какую-либо одну футболку ясно собственно это вот все что я хотел сказать по составу белья теперь я бы хотел дать пару советов относительно выбора белья значит мы сейчас говорим о выборе белья для скажем так военного туризма мы сейчас не говорим про спорт там про какие-то там повседневные носки и так далее мы говорим только о только о военном тактическом да простите меня за это слово используем и так я лично советы естественно эти основаны на личном опыте потому что у каждого в этом вопросе опыт свой я рекомендую максимально простые конструкции из полиэстера это относится и к трусам и к футболкам и к кальсонам и к вещам с длинным рукавом футболкам длинным рукавом максимально простые вещи с полиэстера с содержанием эластичных волокон то в районе 5 там процентов 7 может быть этого вполне достаточно для того чтобы это белье отводила влагу от тела в ходе интенсивной работы собирала ее в себя и после этого после того как вы активную фазу работы закончили и разоблачились чтобы она на вас довольно таки быстро высохла при этом рекомендую не рекомендую вещи для военного использования с облегченными скажем так но на зональность не смотрите в том плане что могут футболки выполняться там или футболки с длинным рукавом с коротким рукавом выполняться с ярко выраженной зональностью там некоторые зоны облегчены некоторые зоны усилены и так далее и так далее и так далее особенно там зоны подмышек например то может быть сетка вдоль позвоночника может быть сетка на груди тоже может быть там какие-то участки такие для улучшения вентилируемости не надо на это заморачиваться потому что это все в результате ухудшает механическую стойкость изделия пускай это будет однородный материал вот в качестве примера такого материала из полиэстера может быть вот футболка underarmor вот еще одна футболка underarmor вот еще одна футболка underarmor вот как вот футболка сплав трусы сплав у файка с длинным рукавом сплав вот пример такого материала довольно таки такого тонкого не слишком плотного хотя вот рус винтер в этом вопросе на несколько плотновато на мой взгляд для активного использования хотя сохнет довольно быстро вот содержанием эластичных волокон я сказал примеру и пяти процентов вот такая футболка минималистского дизайна скажем так просто футболка без изысков она прослужит вам ну не знаю вечно она будет вечно будет ее внешний вид конечно ухудшаться будут на ней появляться катышки будут на в ней появляться затяжки от контакта с текстильной застежкой велкора этого формате военного использования избежать чем тяжело практически невозможно то есть и бывают ситуации когда приходится снаряжение они сверху футболки обязательно на зацепиться то есть его внешний вид будет ухудшаться но функционалов будет оставаться прежним и она вот будет она вот ну такие вещи служат по 10 лет там грубо говоря по и выше 10 лет то есть вот например у меня комплект термобелья первого слоя длинные американские контрактные военные служат с одиннадцатого года футболка under armor с двенадцатого года футболка лед у меня наверное но это полипропилен конечно это пример не в полиэстер но тем не менее вот она минималистского дизайна совершенно стопроцентный полипропилена ластана нет вообще работает изумительно у меня нас 9 года с 9 то есть 10 лет практически вот она как была так и есть вид она конечно потеряла но функционал нет поэтому я хочу сказать что все вот эти не надо вестись на понты и на маркетинговые ходы в плане там зональности перезональности за зональности и прочего если вы выбираете футболку для военного использования почему не надо на них вести они они говорю что это все не работает нет я хочу сказать что это не работает настолько насколько это стоит понятно для военного использования ну я не знаю если вы можете себе позволить то можно покупать x bionic можно покупать 545 вопросов нет но если вы все-таки просто это вот белье базового слоя это не тот предмет экипировки которые качество которого привязана на сто процентов к цене этого изделия не качество функционал прошу прощения функционал этого изделия привязана напрямую к цене то есть здесь очень актуально соотношениями на цены и качества и вот можете считать это рекламой можете не считать не считать это рекламой из того что можно пойти в магазин прямо и купить вот прямо сейчас пойти купить в магазин один из луч один из лучших ассортиментов в россии предлагает компания сплав все таки я сам носил я сам ношу и сам буду носить изделия сплав применительно к тому вопросу белья который мы обсуждаем на что еще стоит обратить внимание при выборе термобелья стоит обратить внимание на то как это белье вы ощущаете на коже то я уже говорил что для некоторых проблема тактильного ощущения вот этого пластиковой ткани для них стоит очень остро но вот применительно к этому вот комплект рус винтер хотя он я бы не назвал бы его прямо бельем с ярко выраженными влагоотводящими свойствами но вот он на теле сидит практически как хлопок то есть он очень хорош для повседневного использования хотя это сейчас немного мимо кассы применительно к вопросу обсуждения или вот американский контор контракт на меня контрактное белье которому вот уже практически 10 лет тоже она на теле создает ощущение хлопка вот практически как хлопковое белье один в один в то время как вот андер арбор например да или контур от сплава трусы они явно явно такой имеют выраженную пластиковость если для вас это проблема то эта проблема дальше надо обратить внимание на то что будет лучше если белье в процессе производства проходит антибактериальную ткань проходит антибактериальную обработку либо введены специальные материалы например там он и серебра в ткань для того чтобы предотвратить развитие микроорганизмов бактерий которые отвечают за неприятный запах это скажем так формате военного туризма довольно таки большая проблема потому что иной раз приходится по несколько суток не менять на себе базовый слой белья и можно такого уже быть калашара похожим концу выполнения б.з. а если белье выполнено по современным технологиям и туда введены соответствующие материалы состав белья там то или они прошли антибактериальную обработку то в огромной мере этот вопрос будет нивелирован что является конечно хорошо это очень хорошо вот что я могу сказать еще я уже сказал что не надо вестись на маркетинговые ходы не надо вестись в принципе на бренды что я под этим подразумевал ну вот я под этим подразумевал что вот у нас смотрите вот у нас есть футболка сплав я сейчас почему хочу сказать про сплав потому что я ну скажем так сотрудничаю конечно сплавом поэтому логично что я здесь привожу пример сплав но я и я не сотрудничаю с under armor но я приведу в пример футболку under armor у них одинаково абсолютно состав это полиэстер полиэстера даже скажу что здесь у нас практически в under armor и нет эластичных волокон в сплаве они присутствуют лайкро там 7 процентов я не помню точно не факт смысл какой по функционалу эти изделия примерно одинаковы они примерно одинаковы по виду внешнему они примерно одинаково качество я могу сказать и изделие это уже изделие пережил сплав тысячу пережил уже стирок он не потерял вида своего under armor также очень довольно интенсивно эксплуатировал спортивном режиме также не потеряла своего вида вот но изделие от under armor стоит я не знаю порядка наверное двух тысяч вот это вот футболка изделия от сплава стоит тысячу то есть грубо говоря смысл в чем они абсолютно одинаковы по своему функционалу они примерно одинаково по виду но вот этот вот заветное видите значок вот этот да он стоит дополнительно 1000 рублей если вы 1000 рублей готовы заплатить за значок значит вы конечно выбираете under armor вопросов нет я не против понтов поймите только за но если вам нужно просто рабочее белье просто рабочий белье на смотреть на бренды а если вам нужно просто рабочее белье для военного использования на бренда не на смотрите вообще понятно да и в связи с этим я должен сказать что отличное белье например выполняется с волокна кулмакс но это тоже плестро волокно на сто процентов вот например это контрактная английская настолько знаю белье вот она стоит очень недорого и при этом она стоит копейки грубо говоря до формате там современных каких-то образцов там того же xb они как примеру можно надеюсь футбола купите за цену одного xb они к и при этом работа не будет великолепной прослужит вам долгие годы это вот я говорю к тому что если вы в этом белье ходите на повседнев и хотите произвести впечатление на окружающих то тогда надо смотреть вот на значок и на то сколько там эластана для того чтобы она красиво облегала ваши руки там и грудные мышцы а если вы берете футболку для того чтобы вы не ходить по горам с тяжелым рюкзаком то и в бронежилете то не надо смотреть на вот эти вот значки смотрите на материал смотрите на то как она на вас сидит плане так сильных ощущений смотрите на антибактериальную обработку желательно чтобы она была вот собственно и смотрите на цену этого изделия если вас все эти показатели устраивают смело берите вот нижний ценовой диапазон в этом что я сказал и вы не прогадаете формате именно военного использования футболка это будет вам служить и годы и годы и годы она сэкономленные деньги вы себе купите красивую футболку с красивым значком в которой будете ходить по городу и радовать своим видом себя и окружающих вот собственно она все что я хотел сказать про термобелье базового слоя всем пока это прибудет с вами сила